На территории Омского при Иртышья проживают представители более 120 национальностей со своими традициями и наследием. Объединить их всех на одной площадке почти невозможно, но показать яркий колорит отдельных народов реально, уверена автор проекта «Культурный калейдоскоп». Идея оказалась настолько актуальной, что получила поддержку на молодежном форуме «Ритм». У нас в Омской области проживает более 120 народностей, и каждая национальность, каждый народ, они проживают локально. Казахи проводят праздники той думан, например, для казахов, татары сабантуют для татар. И мы хотели своим проектом показать, что можно культуру смешать, и чем богаче культура, тем она ярче. Гостей фестиваля встречали, как и полагается, застольем. Узбекский плов, татарский баурсак, казахский курд. Вместе с народной едой можно раскусить и национальные очарования. На то и расчет. А вот уютный уголок Монголии. Автор проекта с удовольствием рассказывает о традициях и особенностях, которые ее когда-то потрясли. «Вообще это кольца. То есть это одежда невесты. То есть она уже собирается замуж, и ей вот такой можно преподнести подарок. Это означает, как узы брака. Вот что все, вот уже помолвка, да, и такое платье надевают и с радостью носят». От поколения к поколению. Только так передается и живет войлочное производство. Издревле эта семейная традиция объединяла за работой всех. А многометровые ковры ценились настолько, что за них давали лошадь. Сейчас изделия свой статус не потеряли, а орнаменты до сих пор носят свое сакральное значение. «Делается из 50 овец. Но процесс делается как? Валяют шерсть, его катают. То есть это старинные наши мамы делали, бабушки наши делали. Красят это отдельно. Каждый потом и катают. Ее катают, в общем, локтями». Не пустовала и площадка движения, где гости могли научиться армянским, тувинским и испанским танцам. В данном случае 10-минутка зажигательного твиста. Ну а после, разогревшись, можно было перекочевать в уличную юрту. Настоящее жилище кочевника установили перед химиком. «С первого дверь ставится, потом ставятся стены, устанавливаются. Потом один человек держит шанрах, длинная палка, потом привязывается вот эти палки. Когда все привяжутся, уже общим канатом натягивается, чтобы укрепить. И потом дальше вешают уже внутренние войлки, наружные войлки, общими тем закрываются ковры». Изучение культурных традиций своих земляков – не только увлекательный процесс. Такой проект позволит повысить толерантность и интерес к национальностям, проживающим на территории Омского приортышья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова